Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня, как обычно, мы разберем с вами один-единственный стих. Обратим на него все свое внимание и разум, и сердце. Но при этом от него, отталкиваясь и посмотрим и вшире на священное писание, Нового Завета. И погрузимся немного вглубь в священное писание Ветхого Завета, в его прообразы, но и, конечно, постараемся, безусловно, постараемся и для себя вынести некоторый практический смысл в нашей непростой жизни, где порой случаются какие-то несчастья, где сцена приступает к сердцу и начинает клеветать на Бога, и говорит, вот как Бог тебя не любит. Но мы должны его клевету разбить и понять, какую пользу готовит каждому из нас Господь. Итак, давайте откроем Евангелие от Матфея, вторую главу, знаменитое чтение, которое тоже посвящено Рождеству Христову, несколько раз в храме читается в радостные рождественские дни, чтение, которое много раз все слышали, даже детки любые в воскресной школе это знают, даже люди неверующие все равно что-то подобное, там край муха этому внимали. Но и постараемся понять, что же и мы, даже люди, может, и более часто открывающие Священное Писание, упускаем. Можем упустить по ходу прочтения библейского текста. Итак, 2 глава, 13 стих. Да, вот это стих длинный, но подводит он как раз вот к той ситуации, когда Ирод, обманув волхвов, берет с помощью книжников-фарисеев, выясняет, где пророчество о рождении Мессии, Спасителя, которое он воспринимает как конкурента за свой царский престол, и решает, не получив точного указания от волхвов, которые ушли другим путем в свои страны, что же это за младенец, где он живет, и решает провести настоящий такой геноцид, и убить всех младенцев в Вифлееме и его округе. И вот промысел Божий, конечно, Господу навредить нельзя. Господь сам себя отдает. Вот мы на литургии молимся, да, что ты сам себя отдаешь, Господи, сам приносишь эту жертву на кресте. Да, и ты же есть приносимый. Ты и приноситель, свершитель, священнослужитель этой жертвы. И ты же сам это жертвой. И поэтому, конечно, вот это добровольное следование Господа на кресте, оно имеет свой смысл для спасения нас уже, когда приповеданы Евангелия. Сейчас же Евангелие еще не проповеданы. Христос, младенец, еще совсем малыш, и никто не прислушается глаз его проповеди. Поэтому тут задача стоит сохранение Слова Божия. Сохранение не только одного Бога-младенца, Христа, сохранение всего пути спасения человечества. Спасение всего человечества от работы вражи, от греха, от вечных адских мучений. Потому что, как мы понимаем, в Ветхом Завете даже все правильные люди, пусть и попадали Лона Авраамова, Лона Авраамова все равно находилась, увы, в пределах адских. Так вот, спасается Иосиф. Иосиф Обручник, старенький дедушка, вырастивший детей, похоронивший жену, там, вот, взявший под свою опеку сироту из приюта при Иерусалимском храме, да, вот, приют для девочек, где, представь, Богородица возрастала, когда ее пожилые родители, Аким и Анна, помните, что они же на самом склоне лет ее уже родили, получили от Господа такую радость. Вот, такой вот человек многозаботливый, человек-труженик, который своими руками, там, вот, плотнинским ремеслом занимается, и вот, кажется, ну, благочестивый человек-то, ну, уже на старости-то лет он должен заслужить от Господа награду, да, вот, вспоминаем, как вот ветхозаветные праведники, Господь, вот, как богатство, да, спокойствие, будешь сидеть в окружении чада-чад твоих, а ничего этого нет, Иосиф, он вынужден идти, там, ради переписи идти в Вифлеем, негде, да, там, приходится, там, ну, без дома, там, почти на улице чутился, в хлев, там, в пещеру, со зверями, там, только вошел, живешь, только как-то обустроился, вот, ну, какие-то пару лет прошло, ну, да, вот, вроде появились, появились, и Господь тоже поддержал, пришли волхвы, принесли, там, дары, золота, в принципе, хватило, наверняка купили они какой-то там домик уже, тоже купил себе станок, инструменты, стал тоже плотнинским ремеслом заниматься, а тут все равно и надо бежать. Бежать, у нас, в принципе, вот, люди представить, как, что, там, женщина с младенцем и старик путешествуют, даже в современных комфортных условиях, и то тяжеловато, да, это, ну, переезд на поезде, на самолете, это уже некоторые испытания, а вот представить, что тебе надо через пустыню идти на ослике, да, такой вот, какой-то поклаживости, ну, совсем вроде сложные такие несчастья, все выпадают, и вот думаешь, ну, за что, Господи, это что, несправедливость? Тут, конечно, мы, когда находимся в такой ситуации, когда мы вроде вот что-то делаем, даже праведное как-то, Господи, Господи, не заслуживаем, почему испытания, почему несчастья такие мне выпали? Вот надо нам всегда помолиться старцу Иосифу. У нас как-то на Руси он немножко в тени, всегда как-то неудобно, вот он вроде и не совсем при чем, вот вроде Рождество, Богородица, Спаситель, Иосиф, ну, там, кто он такой? А Иосиф идеальный человек, который проявляет смирение, послушание, и который проходит через эти несчастья и большее счастье вот получает, потому что, конечно, кто из нас не хотел бы оказаться у младенца Христа рядом с яселями, да, вот в тот момент его рождения. Это же мы, в принципе, любой там развощокий младенец у нас вызывает некоторое умиление, радость, но поскольку природа наша омрачена грехом, то тоже уже младенец начинает капризничать, а потом растет, вырастает уже грехами душа потихонечку, покрывается сначала маленьким, потом побольше, вот. Уже уходит вот эта чистота души, которая нас, собственно, и восхищает. А Христос — идеальный младенец, то есть идеальный источник радости. И это все перевешивает, поэтому это очень так же. И мы вот даже, когда проходим через несчастье, должны вспоминать Бога младенца Христа и тоже понимать, что мы со Христом, который по-прежнему, да, он вырос, да, он пострадал, две тысячи лет назад уже вознесся на небеса, тем не менее он точно так же чист, совершенно точно так же радость нашу душу должен приносить, даже на фоне каких-то несчастьй. Но вот эти несчастья, они тоже Иосифа не сламливают, и он берет и идет, ну ладно, он вынужден отказаться от каких-то грешных дел, или от суеты, от заработка, от искусства, которое там какое-то плотницкого ремесла, вот от всего этого. Но он же еще вынужден идти из земли Абетавана, из града царя Давида, Вифлеема, идти куда? В Египет. Да, Египет — очень богатая страна. Но, можно сказать, ну, такая страна, которая языческая. Помните, как Господь выводил ветхозаветный народ из Египта во главе с Моисеем? Да, потому что вот такое очень заманчивое, очень богатое, очень торжественное, величное. Сам очень люблю египетскую культуру, египетское искусство, там, египетская мифология, та же такая, какая она красивая, какая она... Вот это все, где Господь говорит, опасайся этого. И то есть вот, по сути, получается, что человек еще мало то, что несчастье выбивает, так еще несчастье выбивает из какого-то ритма. Вот ты уже не рядом с Иерусалимским храмом, ты уже не в окружении людей верующих. И тоже нам иногда скажут, ну, ладно, Господи, ты меня взял, какие-то несчастья посылал, но ты ведь мне послал несчастье, что мне даже там в храм тяжелее сходить. Да, я вот там еле свожу с конца и концами, хватаясь за любую работу, даже в храм не могу выбраться. Где же, Господи, духовная польза? Тоже надо помолиться старцу Иосифу. Так что духовная польза здесь есть. И она, духовная польза, она не всегда имеет некоторый краткосрочный эффект, но и, может, и долгосрочный. В принципе, Иосиф, как мы уже спустя несколько стихов узнаем, прошло несколько лет, Ирод умирает, Иосиф возвращается в землю обетованную. Но мы вот тут как раз должны немножко погрузиться в Ветхий Завет. Ветхий Завет, все его содержание имеет только смысл в том, что оно реализуется в Новом Завете. Если ты этого не знаешь, то, правда, Ветхий Завет для тебя какая-то, может, книга непонятная, там, наполненная жестокостью, какими-то непонятными действиями символическими. А когда ты осмыслишь через Новый Завет, уже все складывается пазмом. Итак, вот мы должны вспомнить про образ Иосифа Обручника. Иосиф прекрасный. Помните, Авраам Исаак Яков? И вот у Якова 12 детей, и самый из них прекрасный, его любимый, 11-й сын, вот такой, почти самый младший, Иосиф. И как его братья из зависти, по любви отцу, что больше ему достается, решили его убить, а потом все-таки пожалели и продали в рабство, и в Египет он отправился. К чему это все привело? Иосиф с помощью вот своих способностей, с помощью толкования снов, тоже вот не забываем это, берет и становится премьер-министром египетской земли, как бы мы сейчас сказали. Начинается страшный голод, он подготавливает страну к этому голоду, святая земля, земля обетованная, к этому не готова, приходят его братья с отцом, что и всех он от голода спасает. То есть ради будущей пользы Иосифу приходится претерпеть очень-очень многое. Рабство, искушение, заключение, угроза смерти, и потом вот такое возвышение и возможность помочь и спасти. И здесь Иосиф прекрасный, он является образом Иосифа Новозаветного, обручника, которого, конечно, можно сказать, потому что Новый Завет уже, как Ветхий Завет, путь к Богу очень длинный, и мы видим вот эти поколения, века, годы, а возвращение из Египта так вообще спустя несколько сотен лет, когда Моисей уже с потомками вот этих двенадцати братьев, превратившихся уже в отдельный, самостоятельный народ, пересекает Синайскую пустыню в обратном направлении. А здесь, в Новом Завете, все куда быстрее. Быстрее, и вот уже то, что проходило сотни лет, то происходит буквально за несколько лет. Для нас это тоже важный момент, потому что и сейчас мы должны не раскачиваться, а мы знать, да, Господи, я готов пройти через это несчастье, я готов пройти через это испытание, и я, Господи, готов не то, что сейчас я уйду в Удыне, от Тебя отстранюсь, а потом, как-то, кажется, буду. Нет, я хочу через него, как-то вот на гребне волны, к Тебе подняться, да, вот и припасть к съединству с Тобой, который тоже, ты, Господи, понимаешь, о чем речь, потому что взял крест и взошел на Голгофу, сам через страдания прошел. Тут интересные маленькие такие моменты, то, что я вот уже подчеркнул про сновидение Иосифа. Кто у нас сновидец в Новом Завете главный? Кто Евангелие больше всего сны видит? Тоже Иосиф Обручник. А в Ветхом Завете кто? Кто Иосиф Прекрасный? Почему? Вот, кажется, просто тезки совпали? Нет, конечно, это не случайно. И, конечно, не случайно. В Ветхом Завете не было, конечно, такого почитания святых, как у нас в христианской церкви. Это вполне понятно, ведь все люди все равно, увы, в ад попадали, пусть и на лона Авраамова, даже самые праведные люди не могли наследовать Царство Небесное, пока Христос не открыл врата вот этого Царства Небесного в своей крестной смерти, в божественном воскресении. Но, тем не менее, я думаю, Иосиф, конечно, получив это имя и воспитываясь, и читая Священное Писание тогда Ветхого Завета, пример с Иосифа Прекрасного брал, который жил за полторы тысячи лет до него, да, там, почти за две, что Иосиф тоже ему подражал, поэтому это очень так же и мы должны подражать своим святым. Ну, а поскольку мы не привязаны именно к какому-то отдельному и конкретному имени, то мы можем прекрасно подражать и Иосифу Обручнику, и Иосифу Прекрасному Ветхозаветному, и точно так же, как они, искать везде божественного руководства, не нужно нам уже ни сновидения, ни голоса ангельский, потому что у нас есть Библия, Слово Божие, Дух Святой нам через апостолов, через пророков такие глубины открыл, какие и не снились в их замечательных и чудодейственных снах ни Иосифу Прекрасному, ни Иосифу Обручнику. Поэтому даже мы в некотором преимущественном положении находимся. И опираясь на текст Священного Писания, опираясь, прежде всего, на Евангелие, на радостную, благую весть, которую Господь о нашем спасении дал, мы сможем преодолеть вот те какие-то выпадающие нам несчастья, искушения, испытания, увидеть пользу от них, взять эту пользу, а не упустить ее из своих рук. И пользу, и какую-то, конечно, прежде всего пользу для спасения нашей души, ради всего этого мы и проходим испытания. Но тут не надо тоже слушать, что Лукавый шепчет, ой, спасение души, а как же на земле прожить? Нет, обязательно. Как Иосиф Прекрасный восторжествовал и стал премьер-министром земли египетской, как Иосиф Обручник все-таки вернулся в Назарет, уже неся какие-то дары волхвов с собой, уже в почете, уважении доживал в свои дни в своем родном городе, так точно и мы также от Господа получим все необходимое, чтобы и на земле у нас маленькое, скромное земное счастье было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok